Кто командовал армией в битве за Москву? Когда началась Курская битва? Как обороняли Брестскую крепость? Ответы на эти вопросы юные саровчане смогли получить на станциях детской площадки. Квест проводили в рамках проекта Центра внешкольной работы «Дворовая практика». Каждую неделю на нескольких точках города организуют тематические события – викторины, квесты и игры. Очередную встречу посвятили Дню памяти и скорби. Ребятам рассказали о значимых битвах и подвигах героев Великой Отечественной войны. На этой станции ребята узнают о подвигах, а именно подвиг 28 солдатами красномейцев под командованием генерала Ивана Васильевича Панфилова. После знакомства участники прошли семь станций, где отвечали на вопросы ведущих, исполняли песни военных лет, кидали в импровизированные танки лимонки, перевязывали и переносили раненых, делали мост из скакалок. Я на своей станции рассказала про Курскую битву. Это битва, где участвовало очень много танков. Ребята ответили на мои вопросы. И мы сыграли в игру, что нужно было мечом подбить танк и попасть на него с расстояния. Проект «Дворовая практика» реализуют в нашем городе около 15 лет. В этом году работают четыре площадки – на Московской 21, Музрукова 21, Силкина 20 и спортивные площадки на Павлика Морозова. С ребятами занимаются педагоги Центра внешкольной работы, а также студенты и старшеклассники, которые прошли обучающие семинары и мастер-классы. На площадке в основном это активный отдых, поскольку это лето, это активные подвижные игры. Но, кроме всего прочего, каждая площадка имеет свое лицо, скажем так. На каждой площадке реализуется свой краткосрочный мини-проект. Все проекты абсолютно разные. Например, площадка «Московская» уже второй год реализует проект, который учит ребят играм, причем играм разных народов. Площадка «Молодежка» на улице Музрукова – спортивная площадка. Там проект «Ледов кедах». Поэтому все, кто приходит к нам, могут попробовать себя в совершенно различной деятельности. Площадки работают по будням с 15.00 до 19.30. Зной и дождь – не помеха. В плохую погоду все мероприятия переносятся в помещения детских клубов. Анонсы всех событий можно посмотреть в группах Центра внешкольной работы ВКонтакте.